В 12-м году Автоваз под именем Lada Largus начал выпуск бюджетного универсала Dacia Logan MCV образца 2006 года. Между тем, сама Dacia нынче презентует аж третье поколение своих универсалов. Вместительные новинки на логановском шасси подобрали собственное имя. Если Logan это седан, а Sandero хэтчбэк, то универсалу отрядили название Джоггер, то есть бегущий трусой. Даже интересно, почему именно так? Между тем, у новоиспеченного Джоггера растянутая колесная база, увеличенные задние двери, более высокая крыша и трехрядная компоновка салона. Правда, 7 мест вместо 5 – это платная опция, а не базовое оснащение. По габаритам новинка длиннее, шире и выше нашего Largus, а ее дорожный просвет – завидные 20 см. Притон для заказа сразу доступна кросс-версия, что отличается стильным пластиковым обвесом. В плане грузовых возможностей интересно оформление кормы. Вместо распашных калиток инженеры применили большую подъемную дверь. За ней скрывается трюм на 700 литров, но при наличии третьего ряда сидений объем багажника уменьшается до 160 литров. Сами сидения расположены амфитеатром. На галерке должны усесться даже двое взрослых седоков. Во всяком случае, это обещает пресс-релиз. Также он обещает обилие отсеков и емкости для мелкой поклажи. А еще Джоггеру перепала любопытная фишка, впервые опробованная на новом Сандеро. Это багажные рейлинги, из которых легким движением руки извлекаются поперечины. Притом на крыше можно размещать сразу 80 килограммов груза. Несмотря на солидные грузовые возможности, единственный доступный моторчик – скромная турбо-тройка объемом 1 литр, которая предлагается и в бензиновом, и в пропановом исполнении. Коробка передач строго механическая. Впрочем, вскоре универсалу повышенной вместимости предстоит разжиться гибридной установкой. У нее будет атмосферник объемом 1,6 литра, к которому пристыкована трехвальная коробка передач, без синхронизаторов и сцепления. Соответственно, передачи переключаются кулачковыми муфтами, а возможные рывки сглаживаются электроникой, что согласовывает скорости вращения коленвала и электромотора, установленного после трансмиссии. Увидим ли мы новую дачу под маркой «Лада»? Наш «Ларгус» только-только пережил обновление, а потому расходится крайне бодро. Поэтому смена поколений, скорее всего, состоится не раньше, чем через пятилетку. Субтитры создавал DimaTorzok